МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти 10 лет обсуждений и технических переговоров дали взаимовыгодный результат. Китай заключил сделки о свободной торговле с Республикой Кореи и Австралии минувшим летом, выбрав днём их вступления в Силу 20 декабря. Для Силу и Канберы это знаменательная дата, ведь КНР – их крупнейший торговый партнёр. Эти соглашения будут играть ключевую роль в строительстве зон свободной торговли. Они предполагают масштабную либерализацию во многих сферах, включая экспорты импорт, товаров и услуг, инвестиционные и налоговые правила. Республика Корея и Австралия – ведущие экономики мира, поэтому тесное взаимодействие с ними даст вполне осязаемый результат. Особые надежды на договор возлагают южнокорейские власти. Заполучив Китай в экономические союзники, они рассчитывают увеличить рост национального ВП на 2-3% в ближайшие 10 лет. По условиям сделки Республика Корея отменит таможенные пошлины на 92% категории китайского импорта. В КНР согласились упразднить фазные тарифы на 91% южнокорейских товаров. Выиграют от этого прежде всего сами предприниматели. Эти роботы-игрушки, к примеру, вызвали большой интерес у южнокорейских бизнесменов. Высокое качество и доступная цена вызвали целый шквал заказов. В Сеул их доставили в первый же день после вступления в силу торгового соглашения. Тариф на импорт сократился с 8 до 0%, что позволило ещё больше снизить итоговый ценник. Тарифы обнулили, поэтому наши товары стали более конкурентоспособными на южнокорейском рынке. Наша доля на нём теперь будет только расти. Город Яньтай, один из десяти крупнейших портов Китая, уже сейчас имеет тесные экономические связи с Республикой Корея. В местных магазинах широко представлены корейские товары. Вывески на улицах нередко продублированы на языке соседней страны. Обнуление тарифов и снижение налогов здесь приветствовали особенно горячо. Режим свободной торговли отразится на бизнесе десятков тысяч яньтайских предпринимателей. К тому же правительство КНР решило создать в городе промышленный парк специально для привлечения южнокорейских инвестиций. Мы надеемся, что в Яньтайе появится зона свободной торговли, которая ни в чём не будет уступать ЗСТ в Тянзине, Шанхае или Гуандуне. Открытие промышленного парка позволит городу привлечь больше инвестиций от южнокорейских предприятий. Яньтай становится главным торговым портом для китайско-корейской торговли. Это имеет практическое значение для развития всего региона. Не меньших выгод ждут и предприятия, задействованные в китайско-австралийской торговле. КНР уже пять лет подряд занимает первое место в списке крупнейших торговых партнёров зелёного континента. Китай поставляет в Австралию телекоммуникационное оборудование, компьютеры, мебель, а также текстиль. В обратном направлении идут железная руда, уголь, золото, медь и сельскохозяйственная продукция. Для экономик Китая и Австралии характерна очень высокая степень взаимодополняемости, так что конкуренция между предприятиями наших стран минимальна. От режима свободной торговли выиграют все, ведь обе страны получат необходимые товары и услуги без уплаты дополнительных тарифов и налогов. Сразу после вступления в СИУ соглашение отменяет налоги на 85% товарооборота между странами. В скором будущем планируется установить нулевой налог на 97% австралийского экспорта в Китай и на 100% китайских товаров, возящихся в Австралию. К тому же Пекин и Канберра договорились о двусторонней поддержке в инвестиционной деятельности. Китайские инвесторы за последние годы изменили сферу своих интересов в Австралии. Раньше они предпочитали вкладываться в традиционные секторы экономики, прежде всего энергетику или горнодобывающий сектор. Сейчас же они все больше интересуются сельским хозяйством, недвижимостью и здравоохранением. В общей сложности Китай заключил 14 соглашений о свободной торговле. Они охватывают более 20 стран и регионов Азии, Южной Америки, Океании и Европы. В Пекине продолжается Центральная экономическая рабочая конференция. Это ежегодная встреча членов правительства за закрытыми дверями. Руководство страны анализирует результаты уходящего года и обсуждает планы на будущее. Ключевая задача – определить цель по росту ВВП. Эксперты отмечают, что главной задачей властей станет повышение качества и сохранение стабильных темпов развития. Для этого КНР расширит масштаб и характер реформы, а также продолжит повышать открытость рынка для внешней торговли и инвестиций. 2016 год – даст старт новой 13-й пятилетки. Поэтому планированию макроэкономической политики на ближайшие 12 месяцев уделяют особое внимание. Между тем, еще одной важной темой на повестке дня стало развитие городов. Ее обсуждают на Центральной рабочей конференции по вопросам урбанизации, организованном в Пекине впервые за последние 37 лет. Чиновники, экологи, социологи, экономисты поговорят о городском планировании, миграционных процессах, строительстве, инфраструктуре и развитии рынка недвижимости. В Пекине прошел форум, посвященный развитию логистической отрасли. Специалисты в сфере перевозок собрались, чтобы обсудить, как ускорить ее модернизацию и трансформацию, а также расширить присутствие китайских компаний за рубежом. Большие надежды возлагают на госпроект «Один пояс, один путь». С подробностями мои коллеги. Логистические компании Китая намерены расширить присутствие за рубежом. Специалисты уверены, поможет в этом стремительное развитие онлайн-торговли и реализация китайской инициативы «Один пояс, один путь». Важная составляющая госпроекта – развитие транспортной инфраструктуры в странах и регионах, на которые приходится около 30% мирового ВВП и более половины населения планеты. Конечная цель – интеграция китайских предприятий в мировую логистическую систему. Для быстрого и безопасного передвижения товаров в масштабах всего мира наши логистические компании должны сосредоточить внимание на укреплении своих позиций в международной логистике. Им нужно открывать больше представительств за рубежом. Это поможет повысить эффективность работы и снизить издержки. Это также соответствует целям стратегии «Один пояс, один путь». Работа в этом направлении уже ведется. Многие транспортные предприятия Китая создают или участвуют в создании трансграничных торгово-логистических зон. Совсем недавно достигнута договоренность с одним из европейских городов о сотрудничестве в области международной логистики. В дальнейшем мы продолжим поиск партнеров среди стран вдоль маршрута «Один пояс, один путь», к примеру, среди государств Асиан и Центральной Азии. Это подстегнет экономику всего региона, создаст благоприятные условия для беспрепятственного перемещения товаров, будет способствовать развитию самих компаний. Схожего эффекта ждут также от единых расчетных платформ и упрощенных процедур таможенного оформления. Ряд таких нововведений пока на стадии обсуждения. Их внедрение специалисты называют переходом к инновационной модели логистического бизнеса, который приведет к трансформации и модернизации логистической отрасли в целом. Ван Ин, Си Си Ти Ви. Мобильный телефон постепенно заменяет банковскую карту. В Китае скоро появятся две новые платежные системы на основе смартфонов – Apple Pay и Samsung Pay. Руководство платформы Union Pay, единая межбанковская платежная система КНР, ведет приговоры с мировыми лидерами рынка смартфонов по этому вопросу. В деталях их сотрудничества размирался Ахмед Сулейманов. Платежные системы на основе интернет-платформ уводят у банков бизнес. И это логично. Клиент стремится к простоте и комфорту. Я обычно плачу там, где удобнее. Китайские коммерческие банки стремятся попасть на рынок интернет-платежей. И здесь у них есть новая цель – мобильные расчеты. Чтобы занять свое место в этой сфере, они привлекают к сотрудничеству мировых лидеров по производству смартфонов – Apple и Samsung. Вместе этот мощный альянс намерен продвигать новую систему платежных расчетов на основе технологии ближней бесконтактной связи NFC, технологии эмуляции карты HCE и технологии протокола локальной сети TokenRain. По сравнению с популярными сейчас в Китае системами оплаты Alipay и WeChat, новинка будет работать проще и быстрее по принципу транспортной карты в метро или автобусе. Это значит, что для расчетов пользователю не нужно будет открывать специальное приложение, не нужно даже активировать экран смартфона. А TokenRain обеспечит куда большую безопасность, работая по принципу USB-ключа. Эта технология уже применялась в китайском интернет-банкинге. Так, подобную схему USB-щит разработал и активно применяет Торгово-промышленный банк Китая. На самом деле технология Token очень похожа на USB-щит. Сейчас в мобильных платежах не используется токен. А зря. В плане безопасности она ведь самая надежная. Если высокий уровень безопасности, то почему бы не попробовать? Мы вот только боимся, что небезопасно. Другая технология NFC, благодаря которой смартфон автоматически входит в контакт с терминалом в 10-сантиметровой близости, уже давно активно используется в метрополитенах и наземном транспорте. По словам обозревателей, в финансовой сфере уже давно стоило бы обратить на нее внимание. Аналитики называют новость о сотрудничестве началом войны банков с интернет-платформами за рынок мобильных расчетов. Согласно официальной статистике, в 2014 году число платежей через мобильные устройства выросло в годовом исчислении на 134%, составив 4,5 миллиарда транзакций. Общий объем достиг 22,5 триллионов юаней. Это примерно 3,5 триллиона долларов. Однако роль банковского союза UnionPay в этих цифрах более чем скромная. Основной объем платежей, более 80%, прошел через платформу Alipay корпорации Alibaba. Далеко от лидера отстает социальная сеть WeChat с 10,5%, далее система LaCala – 3,9%. Ахмед Сулейманов, CCTV. Запретный город китайских императоров открывает свои последние тайные сокровища самого большого дворцового комплекса в мире. Теперь можно увидеть в мельчайших деталях. На южных воротах Дуаньмэнь, со стороны площади Тянянмэнь, открылась цифровая галерея, заказать билет в которую можно через любое мобильное устройство. В путешествие по прошлому, вооружившись технологиями будущего, отправился наш корреспондент. Памятники архитектуры и произведения искусства с неожиданного ракурса. Даже музейные работники, которые запретный город знают, как свои пять пальцев, увидели Гугун по-новому. Теперь от пытливого взгляда исследователей не ускользнет ни одна деталь. А у посетителей появился выбор. Либо увидят шедевры 600-летней истории вживую, но издалека, либо виртуально, зато полностью погрузившись в прошлое. «Возьмите недавнюю экспозицию из Ши Цзюбао-Дзи. Тогда в музее был выставлен 500-метровый свиток пейзаж на берегу реки во время праздника Цинмин. Из-за большого количества посетителей немногие смогли увидеть экспонат целиком. Поэтому мы выставили оцифрованную копию свитка в галерее, чтобы люди могли рассмотреть его поближе. В будущем мы будем показывать больше картин». Чтобы получить бесплатный билет на выставку, надо зарегистрироваться на официальном сайте музея. Время посещения цифровой галереи – около 50 минут. «Туаньмэнь – это южные ворота Гугуна. Посетители могут начать свой визит оттуда. Посетив 9 залов галереи, туристы смогут получить общее представление о музее». Более того, здесь можно увидеть ту часть запретного города, которая закрыта для публики. Так, на выставке в трёхмерном изображении представлена учебная комната императора Ценлуна в павильоне «Сан-Ситан». В Китае установили мировой рекорд по числу участников в мастер-классе по приготовлению пельменей. Он прошёл в субботу в выставочном центре города Харбин на северо-восток страны. В акции участвовали почти 5,5 тысяч человек в возрасте от 5 до 89 лет. Такой ажиотаж не удивляет, ведь пельмени – это традиционное китайское блюдо, которое обязательно должно быть на столе на праздник весны, главное – торжество в стране. Несмотря на то, что скорость не учитывалась, только за первые 40 минут удалось делать около 50 тысяч пельменей. На мастер-классе присутствовала представитель знаменитой книги Гиннесса, которая и зафиксировала новый мировой рекорд. Это наша традиция, и она заслуживает того, чтобы знать о ней как можно больше. К тому же это важное событие в жизни города. Мы лепили пельмени вместе с дочерью. Такие мероприятия, конечно, сближают. Было интересно наблюдать за тем, как она справляется с возникающими трудностями. Таковы главные новости к этому часу. Оставайтесь на телеканале для ИСИ Сетеверуски. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова